У нас в студии, встречайте, вот они, гости из Шушенского. Красный хутор, поселок называется. Виктор и Лада Пыженко, организаторы и ведущие русских вечерок и праздников. Вечеры, вечерни, вот когда я всегда хотел поучаствовать в красоте. И Елена Савинич, участница коллектива, клуб, любители народных традиций «Светоч». Они приехали с классной миссии, но для начала вы должны посмотреть, что они для нас приготовили. Это из их тела, это танцы. Давайте начнем, давай. Пойдем, присоединившая Анатолия. Пойдемте с нами. Это так легко. Пойдемте с нами. Давайте сделаем эту бородку. Да, да, давайте, давайте. Во-первых, справа, сюда. И закручивай сюда. Завернулись. Так. Ручку сюда. И мы, вы в гости к нам. Самое главное, не переживай, мы подходим, смотри, я тебе такого не буду, стою раз в плечикам. Ты раньше вышла. А мы проходим бородку. Раз. И еще раз. А мы в гости теперь. Опа. Теперь я ручку вниз. А теперь мы, вы в бородку. И мы пошли с тобой. А теперь мы в гости к нам. Да. Я под рукой. И. Вот это все происходит, а. А теперь мы в гости. Теперь один в гости. Ой, так. А мы что делаем? Открыли бородка. Открыли бородка. Пошли. Раз прошли. Раз прошли. Так, теперь нам бороться. Так, у нас времени уже нет. Поговорим всем. Да, 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 да. Рассказывайте, потрите к нам поближе. Вы приехали. Подождите, я должна сказать, что я теперь понимаю слово захороводило. Закружили в хороводе. Да, да, да. Все это понятно мне теперь. Расскажите, из какой миссии вы приехали к нам. Мы знаем, что у вас определенный семинар практика будет. Да, да, да. Давайте рассказывайте. Ну, в Красноярске мы не первый раз уже. Мы проводили здесь вечерки уже дважды. И в этот раз еще привезли именно семинар. Семинар, на котором будем обучать людей, кто хотел бы, ну, такие вечерки проводить регулярно. Ну, и плюс для любителей просто танцев. Мы в Красном Хуторе проводим вечерки регулярно. Каждую неделю у нас приезжают с Черемушек, с Сайногорска, с Сачур. Ой, моя родина. Да, из Абазы. Из Абазы даже, из Абакана. Приезжают из Томска, из Красноярска, из Иркутска. Гости приезжают, и мы на берегу Енисея, мы живем на берегу Енисея. Калиточку открыли, и вот он Енисей. И мы танцуем. Летом каждую неделю танцуем вот так, да. Собираются хороводы, танцы русские. То есть, если мы с Натальей захотим тоже организовать вечеры такие, мы к вам приходим, вы говорите, начинается вот с этого, нужно вот так. Да, да, да. Подождите, а вечеры это что, это танцы все больше, или разговоры, или посиделки? Вы знаете, это все, это посиделки, это разговоры. Если говорить о традиции, женщины начинали что-то сначала руками делать, 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 потом парни начали ходить. А мужчины, как-то надо же обратить внимание, женщины. Да, да, да. Потом начинается гармошка, потом откладывается все рукоделие, выходят и танцуют, а потом, когда устали, сели и попели. Ветер это общение, это общение. Это общение. Вообще, танец, это же язык тела. А самое это интересное, я говорю о молодежных вечерках, а мы пропагандируем вечерки для более зрелых людей, для семейных пар. У нас молодежь, Лена. Ах, молодежь. Да, молодежь, да. И чтобы укрепить семейные отношения. Да? Да. А вот сейчас же, понимаешь, я взял женщину, она, ну, как бы заверилась, так же? Она не сопротивлялась. Я не сразу, я скажу, от этого титана. Да, да, да. Нет, нет, так вы понимаете, в этом как раз и получается, что в сути в самой танце русского, то есть мужчина ведет, а женщина должна довериться. В современном обществе происходит вот деформация в семье, да, что женщина надо руководить женщиной, но она же все может и все-все-все. Ты согласна с этим? Не всегда. Вот тогда не согласна. Но мы, прожив много-много лет в семье, я понимаю, я хореограф профессиональный. И когда мы начали танцевать с Виктором более 8 лет назад. Да. Я сказал, я тебе буду танцевать. Да, сначала я, вот я его вела, да, в какой-то момент он говорит, так, ты не веди, я сам. Не на того, но на того. Да, да. И вы знаете, это... Не на того, да. Я думаю, что это помогло даже в семейных отношениях. Я начала думать, о, ведешь, веди, пожалуйста, берешь ответ. Леночка, а вы вот в этом семинаре тоже будете что-то рассказывать? Я буду координировать и помогать. Я уже сама прошла это обучение, так что я буду помощником. Скажите, а вот если очень деревянные люди, у нас есть такие тут тоже в редакции. Нету деревянных людей. Нету деревянных людей. Нету. Нету. Вы знаете, две ноги, две руки есть, все, достаточно. И все есть. И как раз вот понимаете, в чем танец уникальная вещь. Когда человек, ну, вот в обычном, так сказать, в жизни, даже медитирует, он может там в мыслях летать в будущее, в прошлое. А танец, это нужно здесь и сейчас. Тотально находиться. Потому что ты не можешь там думать о чем-то, потому что ты здесь и сейчас. Вот, мы думаем про что? Куда приходить? Потому что у нас уже время мало. Надо объяснить всем, всему края. Возможно, кто-то здесь рядом поблизости. Все должны прийти. Да, куда? Леночка. Проспект Мира, 85. Когда? Воскресенье, 18.00. То есть, если что, там можно... На вечерку, на вечерку. На вечерку, да. А кто хочет обучаться? А если кто хочет получить знания, углубленные знания по русскому танцу парному, кадрилле, хороводы, приходите на учебу сегодня на Мира, 85, 18 часов, начало, у нас сегодня 3 часа. И в субботу и воскресенье полный день учебы. И все бесплатно. Слушайте. Ну, я бы сказала, я бы сказала так, я бы сказала так, с благодарностью. Все, то есть, ну, понятно. Благодарность. Я как-то в танце пойду в новости, вот это... А я уже разучил. Так, кто кому в гости? Давайте. Кто кому в гости? Мы, мы, мы в гости. Как, 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 как вы держите? Правильно. Нет, вот так. Вот так вот. А, вот так. Опа. Нижняя хапочка называется. Мы в гости. Давай, давай, давай. Мы в гости. Опа. Вот так, я уже научил. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот.